Доброе утро. 25-е, 10-е, 21-е. Бельдиби. Нам сегодня туда. Этот значок дополняет информацию. Погодка сегодня как раз пасмурная, ветерок, так что будет не жарко. Вот, а пойдем мы вон, вот в этом направлении. Сегодня посмотрим, что там. Ну, а через пару деньков можно будет и дернуть правее. Так, ну все, наконец-то мы выдвигаемся. Покидаем свой уютный отель и идем в горы. Покорять турецкие вершины. Коллектив небольшой, ну, остались самые заядлые. Сворачиваем с центральной улицы и углубляемся в поселок, в местный колорит. Бельдиби. Это кто такие? Оливки. На обратном пути наберем. Тут вот гранаты пошли. В общем, сейчас будем наблюдать турецкую местную жизнь, как люди живут. Отели, это все хорошо. Коты здесь красивые, такие чистенькие, чистенькие. На тигров похожие. А ну, иди сюда. А ну, иди сюда. В принципе, нормальные дворики. Курочки. Такой, скажем, поселок не бедный. Хороший. Вот такие вот дворики оборудованные. Молодцы. Любят они свою страну. Флаги везде. Апельсины уже конец октября. А мандарины еще не поспели. А даже не успеют. Вот такой хозяйский домик, видно. Человек занимается. Похоже на яблоки, да? Ага. Ага, хурма. Достать бы. Ну вот, смотри, пожалуйста. Я не знаю, можно рвать или нельзя. Ну, один, думаю, можно. Никто не заметит. Их тут досояв же смыкнуло. Там вон хозяйство, курочки. Такие домики есть. Ухоженные. Забеспеченные. Ну, а мы все дальше углубляемся в горы. Апельсинку сорвал. Ну, такая зеленоватая. В общем, в Украине будут апельсины в этом году недорогие. Ну, как большой урожай. Вон, видите? Вон, видите, как люди деньги зарабатывают. Возле мусорника это... Возле мусорника это... Держи ветку еще. Три. Каждому. Расколотый? По три. Не расколотый, мы там не надо. Так, первый привал у нас. Вышли мы на какую-то развязку. Вот там он дальше. Есть жандармерия. Говорят, чтобы идти в горы, нужно обязательно регистрироваться в жандармерии. Не знаю, сейчас решим, будем, не будем. Ну, по ходу... По ходу... По ходу насобирали витаминов. В общем, все кушают. Полный рюкзак. Полный рюкзак. В общем, все кушают, набираются витамин. Да, классно. Очень сладкий такой. Все, Вася появился, пошли. Ну, вот мы здесь находимся. Добрались мы до гор. Все, побежали. Какая дырочка интересная. В общем, регистрация в жандармерии. Идем дальше. Все, покидаем цивилизацию и уходим в зону леса. Вот так вот в Турции живут люди без постоянного места жительства. В принципе, неплохо. На нашу дачу похоже. Ну, а мы в горы. Наконец-то первый источник воды. Сейчас пополняем запасы и движемся дальше. Пробираемся, в общем, через чащу леса. Уже нелегко. Отвижаемся. Потому как уже жарковато. Вот такой даже водопад у нас по пути. Так, первые трудности. Немножко заблудились. Вася найдет дорогу все равно. У него опыт есть. Народ потихоньку устает. Требуется отдых. Все выше и выше и выше а сил все меньше и меньше. Разделились мы на два фронта. Одни пошли левее, мы пошли правее. Без гида, конечно, тяжеловато. Трасса слышна. А вот второй команды нашей не слыхать что-то. Ну, уже как-то так. Вот появился на горизонте вторая часть нашего отряда. Вот и море виднеется. Вот, кстати, и наш отель. Вот он, родимый. Вот и наши окна на четвертом этаже. Первое окно от среднего проема. От среднего проема. Ходим мы очень тихо. Без позывных. Потому как жандармерия нам, в принципе, запретила в этом районе подниматься. Поэтому мы, как настоящие разведчики. догоняет нас основная группа. В общем, идем и нарушать закон движемся повыше в горы. В общем, перешли мы через небольшую горку. И тут открываются такие виды. виды. Ох, еще одна небольшая вершинка есть. Привал. Откуда столько сил? Не устали. Выбрали мы для себя цель. Нету, конечно. А вот эту. движемся туда. Дерево упало. Там уже такая начинается скалистая местность. Красивая природа. Главное, чтобы никто не потерялся. В общем, движемся вслепую. потому как никаких карт, ни путеводителей, ничего нету. Если заблудимся, будет на нашей совести. Так, вот и наша первая небольшая цель на сегодня. Ну и конечно, нам нужно будет подняться наверх. Владислав первый. И колен. И колен. Владу там уже хорошо наверху Уже икра ивы появляются Давай Наталья все ближе к вершине Непростое это дело в скалолазине Так ребята я думал сегодня поход не удастся Но благодаря этой вершине Благодаря Василию Рославовичу у вас все получилось Да вообще красота Он конечно не очень долгий этот поход Но красота и страх есть Хайка красотень Ну а по-честному вниз лучше не смотреть Реально страшно Реально страшно Что 0,5 только взяли Почти копия этой да Крестовой Забрались забрались А спускаться не подумали как Наш отель отовсюду видно Очень похоже на медведь гору Но скалы тут суровые да Скалы суровые Красотка отечет спинку Сидеть и дождемся когда там горы появятся Структура камня красивая Наверное это было раньше под водой А уже их видно Уже их видно А их уже начинают видеть Да их скоро будет видно Наташа Наташа что это было страшно Я через лето переступила а дальше я А там все что это Одна нога двигается Вторая не очень Ну вообще Субтитры сделал DimaTorzok Так все Покидаем Всю эту красоту Спускаемся Не отстаем От коллектива Красиво Красиво В общем поход сегодня удался Пошли и мы Субтитры сделал DimaTorzok Страшновато Дерево прямо из камня Выросла Конечно уже она засохла Но красиво А проделанным Мы были там Там так классно Такие виды Владислава Я в этом парке не буду Я войду в этот парк И Волк Ветер И нашел Морские животные Это все увидят Вот наша вершинка Сегодня она была под нами Все Идем к морю Наши юности Надежды Морякутаны с рождения Две любви Земля и мой Он без них прожить не может Ими счастливой О, ты так двигайся Пошел Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ух ты Ух ты Ух ты Это да Что-то Слышные голоса Но ничего не видно Не, не пройдешь Субтитры сделал DimaTorzok